Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда», в которой мы вместе с нашими гостями ищем ответы на самые злободневные вопросы городской жизни. Предлагаем пути решения проблемы, а главное – стремимся вывести городскую среду обитания из среды выживания в среду комфортного образа жизни. Многим из нас известно о существовании системы доступного жилья для молодых специалистов, многодетных семей и социально уязвимых слоев. Но как работает эта система? Сколько молодых специалистов и многодетных семей успели воспользоваться ею? И главное – реальна ли эта система? Поговорим об этом с муниципальным советником от партии социалистов Александром Адинцовым. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня вы с коллегами в ходе пресс-конференции заявили, что система доступного жилья, которая существует в муниципе Кишинел, срочно нуждается в существенной доработке. О каких изменениях идет речь? Что надо изменить в этой системе, чтобы она заработала как одна из национальных программ? Или может быть программ, которая действительно была бы на слуху? Потому что кого бы мы не спросили среди наших коллег на улицах Кишинева, многим она неизвестна. Многие слышат, что это впервые, что есть такая программа, что выделяются какие-то деньги на реализацию этой программы. Давайте начнем с того, что мы фракция социалистов, партия социалистов, участвуя в 2015 году на местных выборах 14 июня, наша фракция, представители, которые в ходе предвыборной кампании, наша программа предвыборная, мы разработали проект по доступному жилью. И приводили доводы, каким образом можно сделать схему, каким образом можно сделать достаточно прозрачно, транспарентно. Финансовые механизмы, как реализовать? Да, покрытие финансовых средств, это все есть. Единственное, что понятно абсолютно, реализовать данную программу мы можем при наличии административных рычагов. В данном случае, если бы не было фальсификации и подлогов, и наш кандидат выиграл бы пост генерального примара, мы бы эту программу с 2015 года уже начали бы реализовывать. Дорин Киртуака, как я его каждый раз называю недомерком, потому что он домера так и дорос за 10 лет, он пытался реализовать программу «Примакаса». И как в целом любая хорошая идея, попадающая в руки человека неумелого, которые руки растут не с того места, эта идея была успешно провалена, дискредитирована и превратилась в то, что в основном квартиры получали не бюджетники. Мы знаем огромное количество случаев, где квартиры просто продавались на рынке недвижимости. Строительные компании строили эти данные дома «Примакаса», в основном свои строительные компании. То есть развивалась коррупционная схема, которая либералов решали свои финансовые интересы. В итоге вывелось к тому, что квадратный метр продажи в «Примакаса» приблизительно уравнялся рыночной стоимости, то есть никаких преимуществ «Примакаса» не было. Так и в чем доступность тогда? В том-то и доступность заключается в получении земельных участков, якобы под благую идею для зарабатывания строительными компаниями своего заработка именно благодаря либерально-административному рычагу. Свою программу, которую мы обещали, естественно, мы можем реализовать, когда наш кандидат-социалист будет генеральным примаром муниципи Кишинева, либо когда мы будем иметь большинство в муниципальном совете, либо наши коллеги поддержат наши предложения. Сегодняшняя наша пресс-конференция была вызвана намерениями администрации муниципи Кишинева, выделить 10 миллионов леев на закупку квартир. Откуда взялись эти 10 миллионов леев? Более половины этой суммы взялись из дивидендов. Мы, как муниципи, имеем долю в муниципальном предприятии, то есть в акционерном обществе, если не ошибаюсь, Амика, ипотечный дом, который строился на телецентре, было построено. Они нам предлагали в качестве наших муниципальных бонусов, наших процентов, выплатить квадратными метрами. Однако, согласно законодательству, мы это не могли сделать. Соответственно, муниципе было в качестве дивидендов предоставлено более 5 миллионов леев. Часть суммы получена оттуда. Далее, еще в ходе выполнения бюджета, изыскали средства, образовалась сумма 10 миллионов. Давайте посмотрим, что такое 10 миллионов. 10 миллионов леев – это приблизительно 500 тысяч евро. Если средняя стоимость квартир, минимальная стоимость квартир в районе 20 тысяч евро, мы получаем 25 квартир. От 20 до 25 квартир на эти 10 миллионов можно приобрести. Для чего это сделано? В предвыборный год, давайте не забываем о том, что в июне 2019 будут очередные местные выборы. То есть у нас в ноябре парламентские выборы, в июне местные выборы. То есть очень похоже на пиар. Я хотел бы надеяться о том, что это действительно благие намерения, но очень похоже на пиар. Мы задумались с нашей командой, с нашими коллегами, каким образом более эффективно распорядиться данными средствами. И пришли к выводу, вспомнили программу, предвыборную программу партии социалистов, в том числе доступное жилье. И мы предлагаем следующее. То есть данные средства в виде денег, бюджетных денег, не тратить на покупку квартир. Оно неэффективно. 20-25 квартир не решит проблему. Более того, те жители, которые не смогут получить жилье, которые десятилетиями стоят в очереди, они будут просто разозлены. На каких критериях будут выданы данные квартиры? То есть разработан должен быть регламент, который, возможно, будет представлен нам в повестке. Мы видели какие-то проекты решения, их еще не изучали, потому что повестка не сформирована на следующее заседание муниципального совета. Мы предложили следующее. Вот эти деньги потратить на ипотечную поддержку тех молодых семей, которые проживают в муниципе. Это могут быть врачи, это могут быть учителя, это могут быть няньки, технический персонал детских садов, учителя в школах, полицейские молодые, спортсмены, которые вложили вклад, или благодаря которым поднимался флаг Молдавии на международных соревнованиях, которые прославили город Кишинев или Республику Молдову, людям с ограниченными возможностями, детям, которые лишились родительской опеки, им также необходимо преподавать. Вот эти люди могли бы получить кредиты или ипотечные, те, кто работают в муниципе, могли бы получить, или особенность, это касается работающих на муниципальных предприятиях, в муниципальных школах, в муниципальных больницах, все, что относится к бюджетной сфере. Они бы могли получить ипотечный кредит на закупку какой-либо квартиры, естественно, в рамках разумного. Если человек покупает квартиру за 200 квадратных метров, ну молодцы. Но если это в рамках необходимой семьи, молодой семьи, разумные квадратные метры, мы за эти деньги могли бы компенсировать часть процентной ставки. Сейчас средняя процентная ставка по ипотеке, по рынку в районе 10%, кто предлагает 8,5% в краткосрочный период, кто предлагает до 11-12%, но средняя в районе 10%, вот часть процентов, 5%, 6% мы могли бы погашать. Это должны решать специалисты, а также сами жители Кишинева, для чего мы и пригласили всех на публичное слушание. То есть получается разделить тяжесть процентов по выплату ипотеки с помощью этих денег. Совершенно верно. Представьте себе. Это получается невозвратные деньги. То есть эти деньги уйдут в банк и погасят часть нагрузки, которая выпадает на долю молодой семьи. Облегчит молодым семьям выплату, изимечественную выплату части ипотечного кредита и процентов, раз. Соответственно, стимул молодым семьям или молодым парам создать семьи, родить детей. К примеру, мы видели, что Владимир Путин объявлял им ипотечную программу поддержки молодых семей по всей Российской Федерации. Там таким образом происходит. То есть когда у вас рождается второй ребенок, государство вам погашает часть определенного процента. Если у вас рождается третий ребенок, они вам еще больше, вплоть до полностью оплаты процентов по ипотеке. Вам остается выплачивать только само тело кредита, то есть ту сумму, которую вы взяли в банке. Соответственно, нагрузка на зарплату, то есть если два рабочих человека, будет значительно облегчена. И легче будет выплачивать данный ипотечный кредит. Но вот благодаря сумме, а сумма может быть не 10 миллионов, в бюджете можно, в принципе, изыскать до 50 миллионов леев. Это позволит решить квартирный вопрос под ипотечную поддержку молодым семьям. Не 20 семьям, 20-25 квартир, а значительно большему количеству. Это, естественно, должны подсчитывать. Какая схема поддержки ипотечной будет? Она абсолютно разная, в разных странах по-разному, и мы должны вместе решать, первое, а, со специалистами, и, б, вместе с гражданами, какая именно система поддержки будет эффективна со стороны муниципи и, самое главное, полезна для молодых семей. Это что касается денежных средств. Мы предлагаем эти денежные средства не тратить на покупку квартиры, а использовать их для ипотечной поддержки молодых семей. Мы предложили другое. Для того, чтобы обеспечить молодых граждан, жителей города Кишинева, жильем, мы предложили несколько вещей. Согласно закону о жилье, который вступил в силу в 2015 году, до 31 мая 2018 года, уважаемые жители, все жители, проживающие в неприватизированных квартирах, должны перезаключить договор найма в обязательном порядке. Это дедлайн или окончательная дата, которая указана в законе. Если это не будет перезаключено, то есть вы теряете статус нанимателя, окончательная дата, по которой разрешена приватизация жилого фонда в муниципе, это 2021 год. То есть через три года, но обязательно перезаключить договор найма. Так вот, у нас, то есть как определить, сколько у нас неприватизированных квартир? Никто не знает. Почему? Все очень просто. Из общего количества жилья мы имеем часть жилья, которая находится на балансе управления жилищно-коммунального хозяйства. То есть это, грубо говоря, ЖЭКи. Вот старые сейчас им джеллы, по старому названию ЖЭКи, которые неприватизированные квартиры. Часть жилья, оно находится на ведомственном балансе. То есть это Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство здравоохранения и так далее. Пожарники, железная дорога, то есть какие-то определенные государственные предприятия, муниципальные предприятия, агентства. Практически всех у них раньше были ведомства на жилье, которые разрешаются к приватизации. Есть ведомство на жилье, служебное жилье, которое не разрешается к приватизации согласно закону о жилье. Никто не знает точного количества жилья. Сколько у нас жилья не приватизировано на балансе муниципи управления жилищно-карональных хозяйств и сколько ведомственных жильей. А есть такие случаи, когда ведомство избавилось от дома, то есть они сняли ее со своего баланса каким-то образом. И на балансе этого предприятия данное здание, к примеру, на улице Христоботева есть целое 14-этажное здание, которое не находится ни на чем балансе. Создать ассоциацию они не могут, их заставляют создавать ассоциацию. Управление жилищно-коммунального хозяйства не хочет и не может принять на свой баланс. И это здание находится в подвешенной ситуации, хотя там и там не приватизированы квартиры. Люди не могут приватизировать квартиру, потому что они не могут получить базовые документы для приватизации. Есть дома, к примеру, нам жаловались представители домов, забыл точный адрес, находится за коммерческим центром УНО напротив Грандхола. Это возле комиссариата, бывшее главное управление ГАИ, дорожной полиции. Там есть двухэтажное здание. Вот это двухэтажное здание, жители в нем проживают. Оно находилось раньше на балансе железной дороги. Так вот, господин Топал задумал там, как нам говорили жители, задумал там построить очередной коммерческий центр, либо многоэтажку. И не позволяет жителям приватизировать квартиры, хотя они абсолютно имеют на то законное право. То есть, надо необходимо, а, разобраться, сколько на управление жилищно-коммунального хозяйства. То есть, у нас на балансе в муниципе находится квартир. Сколько находится квартир в ведомствах и сколько находится в таком подвешенном состоянии. И дальше, вот, цифра оценивается где-то до 10-15 тысяч квартир. Приблизительно. То есть, только неприватизированных квартир на управлении, находящихся в управлении жилищно-коммунального хозяйства, более 3,5 тысяч. Приблизительно. Это огромный объем работы, который надо сделать. Ведь привести до вот этого дедлайна, привести в порядок документы, мне кажется, ну, я понимаю, что кому выгоден этот хаос. С 1 мая, я думаю, что люди не успеют. Люди должны заявиться об этом, объяснить, что у нас нет исходных документов. Мы не приватизировали по каким-то причинам отсутствие денег, отсутствие базовых документов. Люди не могут получить просто. И это же все надо переработать муниципием, муниципальным чиновникам. Я сомневаюсь в том, что это будет реализовано. И возникает вопрос. А инвентаризация, мне кажется, необходима. Инвентаризация абсолютно необходима. И возникает вопрос, а что будут те жители делать, те жители, которые проживают в неприватизированных квартирах, независимо от статуса дома, на чем балансе, на каком предприятии или структуре находится, на балансе находится дом, что они будут дальше делать? То есть, если они не перезаключили договор найма, а перезаключить они не могут, потому что у них нет базовых документов, дальше их просто выгоняют на улицу. Так выходит. Ну, приблизительно выходит так. Хотят ли этого именно те, кто придумал такую поправку в закон? Не знаю. Возможно, либералы очень много поправок в законодательство приняли, и, возможно, это будет использовано. Далее. Необходимо... То есть, мы разобрались с цифрой. Допустим, разберемся с цифрой, сколько у нас неприватизировано жилье. Необходимо определить, почему граждане не могут приватизировать. Если это нехватка документов, либо непонятный статус дома, это одно. И если есть умершие члены семьи, и они вписаны в лицевой счет, и, соответственно, их надо выписать, но люди по какой-то причине не могут это сделать. Есть члены семьи, которые уехали на зарубеж, на заработки, кто-то на ПМЖ уехал, и их надо выписывать через суд. Потому что в законе указано согласие всех совершеннолетних людей, разрешается выписка. То есть, собственно, если нет, только через суд. Смогут это люди сделать или не смогут? Кто-то не может погасить долги за коммунальные платежи. И мы знаем о том, что джеки и муниципальные МДЖЛы, муниципальные предприятия по обслуживанию, не выдают лицевые счета на том основании, что у вас долги. Они обязаны выдать вам лицевой счет, но они в наглую говорят людям, и мы не раз приходили и скандалили с представителями джеков и МДЖЛов по поводу выдачи лицевого счета по квартирной карточке, для того, чтобы человек мог приватизировать. А также есть люди, которые не имеют денег для приватизации. И мы сталкиваемся с огромным количеством случаев, и мы к нам обращались люди, когда одинокий пенсионер проживает в трехкомнатной квартире, неприватизированной квартире, и он не может оплачивать коммунальные счета. Приватизировать он тоже почему-то не может. Либо он участвовал в приватизации до сих пор, и приватизация данной квартиры, она будет обходиться ему в коммерческую стоимость, и он эту коммерческую стоимость погасить не может. Цифра может доходить до 150-200 тысяч за квартиру приватизации, если это по коммерческой стоимости. Соответственно, вот такие квартиры человека можно переселять в интересах человека, повторюсь, исключительно в интересах жителей, переселять в более малогабаритное жилье, которое ему способен оплатить коммунально, способен приватизировать и обслуживать данное помещение. Есть, кстати, квартиры, которые незаконно люди проживают, а те, кто вписаны в лицевые счета, давно либо уехали за границу, либо скончались царством небесное, как говорится, а там проживает непонятно кто. Родня, незаконно абсолютно. Мы получим определенное количество квартир, мы не знаем, какая это именно цифра, которая может быть использована в качестве социального жилья. Это один момент. Второй момент. Что касаемо застройки. Мы также этот момент разделяем на два этапа. Первый этап. В городе только по моим скромным подсчетам можно изыскать не менее 30 участков точечной застройки, где можно поставить многоэтажное здание, 1-2 подъезда, 3 подъезда, есть достаточно обширные участки, на муниципальной земле, либо земле, которая находится на балансе муниципальных предприятий, муниципальных управлений. У города нет денег на закупку квартир, нет денег на постройку квартир. Абсолютно спокойно, на тендерной основе, на прозрачной основе мы можем заключить договор долевого строительства с той компанией, которая предоставит наибольшее количество квартир или квадратных метров муниципию. Если это дом, допустим, 100 квартир, средняя процентная ставка в долевого участия по муниципию от 12 до 20%, 20% центральная часть в основном пользуется, в среднем от 12, 15, 16, 18, это все в зависимости от переговоров и результатов тендера. Представьте себе дом из 100 квартир, это стандартная двухподъездная девятиэтажка, 10-15 квартир в муниципе может получить 30 участков. Мы получаем цифру от 300 до 500 квартир, мы можем реализовать только за счет разрешения точной застройки, нормального прозрачного тендера, это главное условие в этой программе, для того, чтобы не было, как у либералов, дискредитации. То есть любая строительная компания, которая может эффективно, качественно и быстро выполнить строительство здания, согласно нормативам, согласно правилам, для нас это также важно, не нарушая права соседей, а не так, как строят на каждой детской площадке, то есть это тоже важное условие для нас, могут предоставить городу 300-500 квартир. Следующий момент. Давно пора вернуться к комплексной застройке и развитию города Кишинево вширь. Мы имеем в резервном земельном фонде муниципе несколько участков, это около 7 больших зон, то есть зона аэропорта, зона Тагатина, когда выезжаем в сторону Водоловод, параллельно с Потару, огромной метановой газовой заправкой знаменитой, мы имеем огромный комплекс, который предназначен для развития муниципи Кишинева. Вы имеете в виду территорию. Да, территорию, да. За Полтавским шоссе, Буйканы-2, так называемое, к сожалению, все эти территории, они находятся в административной, подведомственной, к примеру, на Чиканах, это у нас Будешты идут, Буйканы-2, это относится административно к Трушенам. Давно пора было провести с этими населенными пунктами, с администрацией, с местными советами Трушен переговоры и совместно определить, провести тендер и сдать данную землю под застройку. За счет бюджета муниципи можно было провести коммунальные сети, это канализация, воду, газ и так далее, и так далее. А застройщики и предоставить застройщикам уже с зональным планом, то есть он знает, не надо строить что-то непонятное или бороться за что-то. Сразу определено, что, какой этажности, какого объема он должен строить. Это еще плюс определенное количество квартир. За года-два, по самым скромным подсчетам, можно выйти на количество квартир 1000-1500 квартир. Вот вам доступное жилье, которое городу обходится практически бесплатно, за исключением того, что мы выдаем муниципальную землю, которая стоит каких-то денег. Деньги будут возвращаться, я так понимаю, через приватизацию квартир. Да, через приватизацию квартир. После 2021 года приватизация квартир, социальное жилье будет запрещено. Это вот жители должны знать, поэтому стоит спешить приватизировать. Но эти тысячи, полторы тысячи квартир можно реализовать доступное жилье, программу. И именно, представьте себе, полторы тысячи новых семей в муниципе. У нас катастрофическая ситуация. Мы знаем статистику 190, по-моему, точная цифра, которую ежедневно людей покидает Молдавию. Это люди экономического возраста, детородного возраста, которые могли бы внести свой вклад в развитие экономики. Могли бы внести свой вклад в развитие муниципи Кишинева. Тысячу квартир, это тысячу семей, молодых специалистов, врачей, полицейских, нянек, воспитательниц. Это все, что могло доставлять, работать и платить. Они, кстати, будут платить налоги. Вот вам увеличение бюджета. У нас сейчас бюджет 3 с лишним, почти 4 миллиарда. Это мог быть бюджет до 7 миллиардов. Мы еще ранее говорили, бюджет города мог быть практически в два раза больше. И вот понемногу, понемногу это можно было реализовать. Именно поэтому мы сегодня вышли с пресс-конференции и объявили о публичных слушаниях. Потому что нас удивило. Ну, можно купить квартиры на 10 миллионов, но это не совсем эффективная трата денег. Давайте придумаем более комплексно. Ну, если вернуться к этим 10 миллионам, это получается, на эти 10 миллионов закупаются квадратные метры, которые передаются в пользование нуждающимся. И потом опять они возвращаются на условиях, когда эти семьи приватизируют квартиры. Так получается, да? Все зависимости... Ну, да. То есть, эти квартиры распределяются как социальное жилье. В законе указано следующим образом. До окончания срока, вот до 2021 год, все неаприватизированные квартиры получают статус социального жилья. И после этого социальное жилье запрещено к продаже. Если эти квартиры будут продаваться, то есть, выдаваться в качестве служебного жилья, вот социального служебного жилья, то изначально люди не смогут приватизировать. Если эти квартиры будут выдаваться под каким-то условием, Мы не знаем, каким образом это будет выдаваться и на каких условиях. То есть, непонятно. Написано о том, что мы должны одобрить 10 миллионов на покупку квартир. То есть, самый скромный подсчет показывает, что не более 25 квартир. Это в самом счастливом случае. На мой взгляд, это неэффективно. Естественно, реализовать то, что мы говорим в полной мере, мы можем, повторюсь, обладая постом генерального примара в муниципе. Но мы надеемся, что в 2019 году так и будет. Вы затронули тему зонального или, скажем так, комплексного строительства. Но мне кажется, вот эта тема требует некоторого продолжения. Потому что предусмотреть комплексное развитие, допустим, развитие зон нашей столицы должно быть увязано с пониманием того, каким должен быть и может быть генеральный план развития столицы. Чтобы было понятнее, как развивать город. Станет ли он, не знаю, главной достопримечательностью нашей страны, как большая спальня. Либо это будет все-таки какой-то город, который что-то производит. Либо это, не знаю, столица туризма региональная. Но в сегодняшний день мы не видим вот этого понимания того, каким должно быть лицо нашего города, как его нужно развивать. Вот на ваш взгляд, почему не возвращается сегодняшнее руководство мэрии к теме обсуждения генерального плана? Мне сложно сказать, почему они не возвращаются к этой теме. Возможно, они занимаются... Понятно, почему прежние власти не возвращались. Понятно, под этим соусом можно... Прежней администрацией им важно было... Знаете, как в мутной воде легче ловить рыбу. Вот они в мутной воде занимались коррупцией и откатами при строительстве. И поэтому у нас в каждом дворе, практически в каждом микрорайоне, есть какие-то стройки, которые мешают людям и создают некомфортные условия для проживания в соседних домах. Я думаю о том, что они, скорее всего, займутся этим вопросом. Сейчас, кстати, мы недавно на муниципальном совете одобрили... Вынуждены были, скажем так, одобрить техническое задание на разработку комплексной транспортной схемы. И вот сейчас, в ближайшее время, должен пройти тендер. Мы не участвуем в тендерной комиссии. Кого выберет данная администрация, мы не знаем. И вот исходя из этого, будем понимать цели. Однако жителям города нужно понимать четко, для того, чтобы развивать этот город, необходимо любить этот город. И необходимо избавиться от менталитета временщиков. То есть, когда человек приходит на полгода, на год, или знает, что в любой момент его могут поменять и поставить другого кого-то, либо человек понимает о том, что до следующих выборов, следующие выборы гарантированно эти люди проигрывают, они будут просто создавать условия для коррупции, откатов, для зарабатывания денег и концентрации всех денежных муниципальных потоков. Используя служебное положение. Да, используя служебное положение и так далее. Возможно, они будут заниматься вот этим. Мы, предвыборная кампания референдума, говорили о том, что данные ребята будут пытаться сконцентрировать, и у них, судя по всему, они именно это и делают, все муниципальные потоки, весь бюджет в своих руках. То есть, переориентируя раньше то, что было аффилировано к либералам, теперь будет аффилировано уже к новым вопросам. Абсолютно верно. Для рекламирования себя на предвыборной парламентской кампании, то есть, в ноябре у нас будут парламентские выборы, напомню, в Кишиневе по законодательству, в котором было определено 11 мандатов депутатов, которые должны быть избраны из муниципи Кишинева, включая пригороды. По одномандатному округу. Да, по одномандатному округу, плюс дополнительно будет партийный список, исходя из этой смешанной системы, которая была изменена. Естественно, они будут пытаться рекламировать своих людей. Кто эти будут люди, мы не знаем. Что они будут делать, мы не знаем. Мы понимаем четко о том, что у этих людей временная идеология, временный подход к делу. То есть, сейчас нужно пропиариться, а дальше хоть, знаете как, после нас хоть потоп. Я родился в городе Кишинево, лично я. Я люблю этот город, я хочу, чтобы город развивался. Я хочу, чтобы этот город оставался полным. Если сейчас выходишь во двор, ну действительно, иногда видишь очень мало детей. Действительно так. Почему? Потому что люди разъезжаются, боятся здесь рожат, уезжают в Россию, уезжают в Европу. Нужно развивать город. А для того, чтобы развивать город, нужно создавать условия, чтобы здесь люди могли работать, открывать бизнес, рожать детей, создавать новые семьи, создавать новые детские сады. У нас детские сады почему-то закрываются, школы, из-за нехватки детей в том числе. То есть, как одна из предпосылок, сократилось количество детей. Давайте закроем очередную школу. Для этого нужно генплан. Я считаю следующее. Генплан после разработки комплексной схемы мы должны утвердить зональный план «Центр». Для того, чтобы... Я удивляюсь, почему он до сих пор или прежним муниципальным советом он не был утвержден. Не было бы того беспредела, который творится... Мы все знаем о том, что бедный посол Франции его выселили из рабочего места. И сейчас, судя по всему, он будет выселять из дома. Потому что рядом с его домом тоже собираются строить многоэтажное здание, где проживает посол Франции. Он просто в шоке. Вот этого беспредела не творилось бы, если бы это до сих пор было утверждено. Сам генплан, который существует, регламент на основе генплана, урбанистический, городостроительный регламент, они сделаны с огромными ошибками, с огромными недостатками и неучетом. Ну, к примеру, та же юность, комплекс юность. Мы собирались писать заявление по поводу сноса юности. Кстати, снесли без авторизации, оказывается, юность. Оказывается... Теперь уже не вернуть. Ну, уже не вернуть и так далее. Авторизацию выпишут заднее число. Комплекс юность, оказывается, имеет статус многоэтажного здания. Мне непонятно стало, я задаю вопрос главному архитектору. А как так? Спортивный объект целевого назначения, то есть абсолютно спортивный объект, должен был иметь зону С, ну, согласно городостроительному плану. Нет, они имеют статус Р-6. Значит, в какой-то момент этот был статус изменен? Нет, он не изменен. Он просто сказал о том, что, вы знаете, когда сделали регламент в 2008 году, юность уже не работала. Они махнули рукой, а все равно не работает. И взяли, написали многоэтажное здание, Р-6. Ну, как так? Ну, это говорит о несовершенстве. И я думаю, ну, я не знаю, как с уголовными специалистами... Ребята думали о своем будущем, я хочу сказать. Ребята думали о своем будущем. Я не знаю, как относятся к этому специалисту по уголовному кодексу. Но я думаю, что те, кто разрабатывали регламент и генеральный план в 2007-2008 году, вот специалистам нужно оценить, если их можно привлечь к ответственности. Там миллионные хищения. В том числе и бывшим главным архитектором Мадырко, если ошибаюсь, тогда был. Там очень серьезно, требуют очень серьезного расследования. Да, понимаю. Ну, ясно, что генплан – это идея, которую нам еще предстоит обсудить не один раз. И, возможно, когда-то... Кстати, знаете, по генплану, одна из идей, которая была... Одно из предложений к генеральному плану было рассматривать муниципи. Мне кажется, где-то, наверное, правильно рассматривать муниципи не как муниципи, а как агломерацию. Причем агломерация, которая растягивается с севера на юг, с востока на запад. И включать должна была себе Аргеев и Анены. Это вот растяжение идет. То есть мы должны рассматривать Анены, Кишинев и Аргеев как одну агломерацию. Точно так же Кишинев в сторону востока у нас, получается, водоводы, в сторону запада, где у нас там ближайшие населенные пункты. Вот именно вот эти... Вот агломерация пяти вот таких населенных пунктов. А что это означает? Это означает развитие инфраструктуры или застройка территории? То есть жители Еловен, они регулярной основе. Я учился в четвертой школе на телецентре. У нас достаточно много было ребят, которые проживали в Еловенах, оказывается. И учились в нашей школе. Их родители, и сейчас я знаю, много жителей Еловен. И, соответственно, работают и учатся в самом городе. То есть инфраструктуру нужно таким образом создавать для того, чтобы жители могли проживать в пригородных населенных пунктах, работать и учиться в муниципе. Но инфраструктура должна быть такой, чтобы не создавать пробки, не создавать заторы. И передвижение должно быть комфортным. И, соответственно, город может развиваться в эту сторону. В том числе в сторону Аргеева. Там красивые пейзажи и так далее. Нужно создавать и учет экономических составляющих. Должен быть таким же. Теперь понятнее. Вот вопрос такого рода. Буквально недавно в нашу редакцию поступил целый ряд жалоб относительно того, тех изменений, которые грядут в столице, а именно сноса в данном случае рынка на улице Богдан-Воевод. И понимаем, что в основном жалуются, конечно, люди, которые теряют рабочие места. Люди, которые пользовались этим рынком. Для них это территория закупок, территория приобретения необходимых продуктов и вещи первой необходимости. А сегодня уже все стоят перед фактом, что буквально, если я не ошибаюсь, с 1 февраля этот рынок уже не работает. Он с 31 декабря. С 31 декабря, как к нам, у меня недавно на приеме было несколько человек, которые имели бизнес в виде киосков и так далее, торгующие различными товарами. И с ними арендные отношения были закончены 31 декабря. Сейчас они находятся на свой страх и риск, потому что нет света, нет охраны. Что-то предлагалось этим людям, когда их поставили перед фактом, что да, у вас эта территория уже больше будет, вы на ней не сможете реализовать свою экономическую деятельность, куда-то их переводили. Я не присутствовал на том собрании. Они говорили, что было какое-то собрание, им обещали перемещение, то есть их обещали переместить, разместить на рынке Калибис-Аравии, а также на рынке Чикан, кто желает, с целью, чтобы они продолжали свою торговую деятельность. Почему? Потому что там около 150 торговцев, которые, это их семейный заработок. Да, они, можно долго спорить, нужны ли патентщики, вот те, кто обладает патентом, не нужны, но тем не менее, то есть с одной стороны, кто против патентов, говорят, что там не платят налоги, но с другой стороны, уважаемые люди, эти люди, которые торгуют на рынке, они обеспечивают от одного до трех, до четырех членов семей, которые государство не может обеспечить, мы не можем им платить, никто это не будет делать. А эти люди продолжают кормить, платить коммунально и так далее, тоже вклад в экономику. Так вот, этих людей просто выкинули на улицу. Оказывается, им обещали места в других рынках, но этого не будет. А рынок сносят и закрыли только потому, что одна определенная компания, скажем так, вынудили собственника этого рынка, это известный в бизнес среде человек, вынудили заключить договор или продать данный рынок, и там будет изначально, они планировали, по моей информации, 24 этажа здания. Сейчас вроде бы речь идет о 16-этажном комплексе. То есть вместо этого рынка будет большой 16-этажный комплекс. Сколько там квартир, пока непонятно. По закону, по регламенту... Сегодня эта улица достаточно транспортно загружена. Посмотрите, там регулярные пробки. В одно время они загружают левую часть. Допустим, та часть, которая едет, транспорт движется со стороны центра в сторону Чекан. В другое время невозможно проехать, наоборот, со стороны Чекан в сторону центра. В 3-4 потока идут. Я уже не раз говорил, мне повезло побывать в прошлом году на урбанистическом форуме в Москве. И одна из высказанных идей, причем эту идею высказывала женщина, вице-мэр Лондона, главный архитектор Токио, был, если не ошибаюсь, главный архитектор Рима. То есть со всего мира выдающиеся люди, главы администрации муниципалитетов и так далее. Снимал им опытом решения городских проблем. Да, вот самая главная идея, которая звучала, в принципе, из уст всех представителей на этом международном форуме. Повторюсь, презентация была, то есть люди, которые присутствовали высочайшего уровня. Они сказали следующее. Администрация города, мэр и так далее, их важнейшая функция администрации города, быть арбитром между гражданами, населением и крупным бизнесом. У нас мы видим о том, что Дарин Киртуака просто нырнул в это болото и просто как служанка прислуживал крупному бизнесу. Крупным строительным компаниям подписывал абсолютно все документы. Слова нет не было. Мне понравилось выражение нашего коллеги Василия Афанасьевича Киртоки на муниципальном совете. Муниципальный совет, за исключением фракции социалистов, мы не голосуем за земельные вопросы, превратился в мальчика в да. Вот такие давалки честные, вот они на все говорят да. Никогда не говорят нет. Мы говорим нет постоянно, потому что огромное количество нарушений. Так вот, нужно крупному бизнесу говорить нет для реализации интересов и защиты граждан. Сотрудничать можно обеспечить сотрудничество между крупным бизнесом, не только крупным, мелкими или средними строителями, с населением. Ребята, стройте комплексно, но так, чтобы жителям было интересно и удобно и комфортно проживать. Это же ваши покупатели. В данном случае мы видим, администрация полностью подчиняется крупному бизнесу. И вот вместо рынка Лешина собирается построить 16-этажное здание. А я так понимаю, что рынок закрыли из-за того, что рядом собираются построить супермаркет Кауфланд. Вот они собираются снести дом культуры. Ну, я не хочу предполагать определенно, но мне, скажем так, очень странно, почему вдруг сгорела кавказская пленница. Она является соседом с этим зданием. Возможно, это случайно, но в данном случае интересы очень сильно совпадают. И вместо дома культуры профсоюзов на улице Киевской будет огромный супермаркет Кауфланд. Вот. Были разговоры о том, чтобы забрать или снести часть территории церкви, храма, который находится на углу, вот прямо напротив Макдональдса. Им мешает заезд, оказывается. Я не знаю, это будет осуществлено, не будет осуществлено. Это дело настоятель этого храма. Он также, я с ним общался, он также вызывает беспокойство. Он слышал какие-то разговоры. Кто-то к нему подходил, что-то ему предлагали. Или боится, или не хочет говорить. Не знаю. Мы посмотрим. Все, что происходит в муниципе, должно делаться публично. Киевская, Богдан Воевод, бывшая Алешина, вы сами говорили, просто перегрожены улицы. Разрешает там крупное такое строительство или размещение крупных торговых центров, независимо от названия. Пусть это Кауфландшалфланд или что-нибудь. Мне не важно, какое название. Такие объекты должны быть в удобных местах для граждан. И не создавать дополнительные препятствия для транспортного потока. Мы видим, к примеру, мы проводили публичное слушание. Слава Богу, у нас получилось получить поддержку наших коллег. Мы выделили 150 тысяч леев для проектирования пешеходных проходов. Вот периметр улицы. Киевская, Олег Курсо, Димо. Огромный микрорайон. Вот, казалось бы, по правилам дорожного движения, если вы заезжаете в микрорайон, дорожное полотно, это уже не дорога. Это внутренняя часть микрорайона, жилая зона, где пешеходы абсолютно имеют право проходить. Но они там не могут ходить. Они с колясками пройти не могут. Почему? Потому что с Киевской все пытаются срезать на Олег Курсо и выходить чуть-чуть ниже церкви, ближе к третьей. И состояние дорожного покрытия тоже оставляют. Ну да, и состояние, да, точно так же. Какими-то ремонтными работами. Мы подготовили проект решения, и весной будут проводиться ремонтные работы, будет заново оборудована пешеходная, велосипедная зона в данном микрорайоне. Благодаря 150 тысяч лев на проектирование, дальше будут производиться сами работы. Вот не хотелось бы нагнетать, но мне кажется, все равно это будет озвучено, если и сейчас уже не звучит. Мы помним с вами достаточно бурную полемику относительно того, что Рыжкановка находится на достаточно проблемном, вот этот микрорайон нашей столицы находится на достаточно проблемном участке. Здесь проводились шахтные работы, то есть подземное состояние, глубинное состояние этого микрорайона вызывает, будем говорить, не с незабочностью, требования. Детального, внимательного проработки того, что если что-то, что-либо строят, нужно учитывать то, что здесь очень много и подводных вод, и проводились глубинные работы. Вот не случится ли так, что очередная тревога зазвучит в дискуссиях жителей этого микрорайона с появлением таких мощных, довольно тяжелых, высоких зданий? Это же очередная нагрузка не только на инфраструктуру, вообще на эту территорию. Знаете, конечно, не дай бог, как в том анекдоте, который показал, что пациент умер в результате вскрытия, не дай бог будет сильное землетрясение. Конечно, это сразу проявит все недостатки при строительствах, и мы видим, что госинспекция, к сожалению, зачастую бездействует. То есть планка требований практически упала? Планка требований упала. Либералы сумели, и почему-то другие коллеги в парламенте не догадались, то есть хотя бы поддержали их либералов и снизили требования к строителям. То есть строители сейчас находятся на льготном положении. Более того, я хочу сообщить зрителям, вот недавно была попытка одного строительства, и мы стали обращаться в госстроинспекцию и выясняться, он говорит, мы сейчас ничего не можем сделать. Я говорю, как ничего не можете сделать? Все очень просто. Кодекс самоправонарушений, все полномочия по проверке строек переданы премарии и притурам. Но притуры не могут выполнять эти полномочия, потому что не разработан регламент. У госстроинспекции эти полномочия забрали, и они сейчас находятся на стадии реформирования. Вот у них новая структура еще не создана, они работают по старой структуре, где у них уже нет полномочий. Я говорю, ребят, так это вакуум власти. Вот в строительной области это вакуум власти. Абсолютно беспредельно. Они же получают все, что хотят, то и делают. Как определить, что это не законно строительства? По закону качества строительства должна выполнять государственная инспекция. А те говорят, мы по полномочиям не имеем права. Мы должны перейти в новую структуру. Сейчас фактически вся госстроинспекция выведена за штат. И вроде бы скоро должны утвердить заново. Когда бы вроде бы скоро, непонятно. Тем не менее, строительные работы идут, принимаются новые решения. Мне кажется, это создано искусственно для того, чтобы внедрить и реализовать за это какое-то короткое время начать несколько крупных строительств. Мы знаем о том, что за Элатом будет построено 38 многоэтажных зданий. И рядом еще кауфунт собираются поставить. Как они там будут строить? В глубину, что ли? Потому что как разместить 38 многоэтажных зданий на таком достаточно ограниченном количестве? Вот по периметру улиц Дичибау, Зелинский и улица Сармезетуза, бывшая Старова. Кстати, рынок Сармезетуза тоже будет убран. Это вот я не знаю, жители знают или не знают. Его тоже так же ликвидируют, потому что он за ненадобностью. И вот на этом здании, вот до церкви будет один экономический агент, 12 зданий строят. И еще 28, то есть 38 многоэтажных зданий всего будет построено, включая несколько 18-этажных зданий. Мы боролись, мы пытались жителей привезти на публичные слушания. Публичные слушания прошли с нарушениями. Повторные публичные слушания не назначены. Мы предоставили их в суде, тем не менее наши коллеги, к сожалению, проголосовали. Мы знаем о том, что вместо виброприбора собирается построить так же огромный комплекс, если я не ошибаюсь. Пока документов мы не видели, но ходят цифры в районе, там виброприбор больше 10 гектаров участка. Мне называли цифру, это более 40 многоэтажных зданий. Вот может быть сделано все под это. С одной стороны, Кишиневца хочется поздравить с тем, что будет такой большой выбор. В общем-то, в неплохом районе выбор квадратных метров жилых. Но с другой стороны, это опять такое сжатое пространство, где будем так тесниться, что это будет чревато для города. Нам показывали на московском форуме комплексную застройку, к примеру, бывшего завода ЗИУ. Само производство было куда-то перемещено, там оно частично сохранилось. А старое здание, которое находится в центральной части Москвы, если не ошибаюсь, около 160 гектаров. Набережная есть приличная. Да, набережная и так далее. Красивейшая. Просто комплексное проектирование. Сделано так по всем современным тенденциям. Станция метро. Сделано так, чтобы жителям было комфортно жить. Вот просто по картинке, которую нам показывают. И самое главное, нам показывают картинку и тут же показывают фотографию, которая была сделана неделю назад. То есть абсолютно все соответствует картинке. И попробуй сделать не так. Моментально снесу. Увы, время бежит. Неумолимо вперед. У нас с вами буквально одна минута. И поэтому я хотел бы, вот перед тем, как мы закончим эту программу, все-таки получить ваш комментарий относительно вот такого момента. Буквально недавно представители партии Майя Сандо вдруг озаботились проблемой вывоза и утилизации городских отходов. Как-то, в общем-то, среди борцов с беспределом в нашей столице активистов этой партии не было замечено. Особенно вот период подготовки референдума и участия референдума. Наоборот, они как раз говорили своим активистам, своим однопартийцам и тем, кто им симпатизирует, не участвовать в этом референдуме. И вдруг вот такая перемена. Утилизация городского мусора в прицеле, так сказать, фокусе внимания Майя Санту. Почему, на ваш взгляд, это так происходит? Уважаемые кишиневцы, я уже неоднократно говорил, повторюсь еще раз. Представитель демократической партии находится на посту исполняющего обязанности генерального примара, благодаря тому, что правые партии игнорируют, включая Майя Санту. Майя Санту достаточно широкая поддержка в муниципе. Игнорировать референдум по отставке просто паразита, вот преступника Дарина Киртуаки, это значит согласиться с той коррупцией, которая была. Это значит согласиться с демократическим кандидатом и нечего говорить этой партии ПАС, Майя Санту, Андрея Настаса и так далее. Ну, либералы, понятно, они против себя не хотели голосовать. Но это значит, что они согласились с представителем Плохотнюка в городе. И после этого говорить, что они каким-то образом борются с ним, ну это абсурдно. Партия, которая никак себя не проявила в городских вопросах, они ни разу не участвовали в публичных слушаниях. Ни одного предложения, за сколько времени они существуют, они не сделали касаемо городских вопросов. Вдруг озаботились проблемой сортировки мусора. Получается, за спиной некие уши такие, будем говорить, или чьи-то интересы за всем этим. Естественно, потому что они предложили, в принципе, то, что давно существует, в том числе и в России, и на Западе. Они предложили подземные, то есть контейнеры сбора мусора под землей, достаточно большие. С одной стороны, это удобно. С другой стороны, зная наши условия, канализацию к этим подземным никто не будет делать. Будет собираться вода, будет собираться вонь, и, не дай бог, еще туда кто-то упадет. То есть, на этом будет, для чего это они сделали? Они пытаются вклиниться в городскую среду раз, а самое главное, реализацию всех этих проектов будет представитель демократической партии на посту генерального примара, либо Павел Филипп, представитель демократической партии. То есть, уважаемые ребята, как сказала ваша коллега из другого канала, я присутствовал на передаче, они просто играют в поддавки. Предложили идею, кто-то реализует, они скажут, вот мы предложили идею. Для них не важно, кто реализует, что это демократы реализуют. Вот вам политические реалии, к сожалению. Ну, это уже не городская среда, это политическая. Ну, почему все-таки городская среда, как вы сказали, они пытаются внедриться в нашу городскую среду, но в нашу мы им не позволим. Мне непонятно, люди, которые вообще никаким образом не участвовали в городе, вдруг вышли с таким проектом, когда мы в прошлом году, мы решили вопросом с ценцаренами. Мы решили вопросом мусора и выделили 12 миллионов на закупку оборудования, которое будет. И мы приезжали, я не удивлюсь, если эти господа, они даже не знают, где находится свалка Пурчелы, где находится свалка ценцаренов. А мы там ходили, мы снимали, мы изучали, мы до того, что наши представители ЖКХ комиссии в муниципальном совете эти все вопросы изучали, подготавливали проект решения. Александр, спасибо за этот разговор. Будем дальше следить за тем, что происходит в нашей столице и постараемся оказывать посильное, позитивное влияние на изменение жизни наших горожан. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов. Остановайтесь с нами, мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok